Поэтому я... И я не успел! Что? Охуенная колода, я вам могу сказать. Айу, с вами был Флэйдж Кейс, сегодня мы поиграем в очень нестандартную игру. Сегодня мы поиграем в игру под названием Magic the Gathering Arena. Это карточная игра, которая находится прямо сейчас в бета-тестировании, поэтому любой желающий может поиграть уже прямо сейчас в неё. Поэтому, если хотите, добавляйте к меня в друзья, я добавлю абсолютно всех. Мой тег Флэйдж Кейс, решёточка 56597. И также огромное спасибо спонсору этого ролика, Wizard of the Coast. Тут как раз есть вот эта функция Direct Challenges, где вы просто можете ввести никнейм и бросить вызов. Вы можете своими друзьями также помахаться тут, раскидать карточки чисто. Ну что, я, короче, прошёл обучение, и в принципе я немножко понимаю, как работает эта игра, у неё есть своя механика. Правда, перед тем, как я отправлюсь ебашей с другими чуваками, я зайду в магазин. У меня здесь, считайте, есть 50 баксов, и мы будем покупать бустеры. Бустеры это просто, считайте, карточки, которые можно покупать и за внутриигровую валюту, и за донат. Я, наверное, короче, куплю гильдии равники 15 бустеров. И базовый выпуск также куплю 15 бустеров. Остальное оставлю на всякий случай, мало ли выйдет какой-то крутой комплект, и у меня как раз-таки будут вот эти самоцветы. Ну что, у меня есть бустеры, блин, я обожаю, я вам серьёзно говорю. Я обожаю, когда в таких пакетиках находятся карты, ещё звуки вот эти очень приятные, ну как в реальной жизни, короче. Давайте мы пока откроем одну, потом вся 10 откроем. Ну, я вот реально не шарю. Я вот не знаю, что какая карта делает, я, наверное, только это пойму, когда я уже буду в самой колоде разбираться. А, ну то есть всегда будет у нас какая-то очень пиздатая карта, одна определённо в паке одном. Так я реально не ебу, чё как. Ладно, давайте сразу 10 откроем, поехали. Ну это не все 10, или все 10? Раритетный джокер, обменяйте этого джокера на любую карту, редкости раритетная. Добавь желаемую карту. Неплохая карта на самом деле. Окей. Но я пока вообще не разбираюсь. Мне кажется, вот самые пиздатые такие вот красные карты. Опа. Тавру. Ну, бля, красный такой сразу бросается в глаза, сразу такой, бать, классная, наверное, карта. Не знаю. Просто. Я, я, я нихуя не понимаю, просто буду открывать дальше. Просто. Они же, по идее, сами в какую-то колоду идут. Необычный джокер, обменять этого джокера на любую карту редкости необычная. Хорошо. Так понял, раритетная это вот такие вот классные. Я надеюсь, всё правильно я думаю. Ну чё, у нас пошёл гильдия равники. 10 штук мы открыли. О. А это что такое? Это у нас... А, мгновенное заклинание. Сразу два, что ли? Какой-то таджик. Ха. Наставник. Каждый раз, когда это существо атакует, положите один жетон. Блин, как же всё сложно. Опять раритетный джокер. Для меня это пока ничего не говорит. Если я буду дальше разбираться, то я, наверное, пойму и буду радоваться, что мне раритетные джокеры падают. О. О. Редкие джокеры. Обменяйте этого джокера на любую карту редкости. Редкая. Хорошо. Ну, короче, вот в принципе вся редкость. То есть идёт сначала обычный, потом необычный, редкий и раритетный. И раритетный это самые пиздатые. Оказывается, у меня их было очень дохрена, этих пиздатых. Так, я, короче, зашёл на сайт. Я взял какую-то деку очень классную. То есть, ну, знаете, деки есть всякие. Пользовательские собирают, там, по всяким метам собирают. Я взял какую-то одну из, видимо, прикольных дек, называется... Я не знаю, как она называется, но... Вот она. У меня каких-то карт не хватает. Каких-то. Большую часть я не могу взять. Но погодите, смотрите. Мы возьмём эту колоду. В принципе, использовав джокеры, мы можем все карты получить. У меня, по идее, джокеров хватит. Давайте мы реально заезжаем, похуй. Ну, окей. Не все джокеры, короче, используются, потому что чего-то не хватает. Короче, похуй. Давайте попробуем как раз-таки на этой колоде сыграть. Даже если карт недостаточно. Я понимаю, что это неправильно, но пусть что будет. Всё, я отредактировал максимально более-менее играбельно. Я просто накинул лишние карты, которые вообще не должны относиться к этой колоде. Вообще не должны относиться. Ну, давайте вот на таком рандоме попробуем сыграть. Поехали. Ваш оппонент ходит... Это начальная рука. Окей. Я не понимаю, какая карта мне нужна, какая чё. Пусть будет старт в руках. Окей, так, поехали. Первым делом, грубо говоря, чтобы копить ману, нужно выбрасывать поверхность, что ли. Поэтому я, наверное... Я не успел! Что? Охуенная колода, я вам могу сказать. Реально охуенная. Я готов. Да кто ты, девочка? Сейчас чисто тебе картёжник Шулер в флэк-жике раскидает. Давайте мы, короче, заменим некоторые карты, потому что у меня только лес. Я хочу, чтобы у меня пересдача. О, нормально. Ну, у меня болото хотя бы есть. Да-да-да, всё нормально оставляем. Переточьте карты, чтобы положить их вниз или вверх в вашей библиотеке. А вверх пусть будет. Так. Начинаем с болота. У нас больше ничего нет. А, можем. Когда послажив человек сшивателя выходит на поле битвы или умирает, положите три верхние карты в вашей библиотеке на ваше кладбище. Сложно, но поехали. Как хера себе. Короче, объясняю. Грубо говоря, у каждого существа есть таунт. Допустим, чтобы мне пробить в лицо, мне обязательно нужно пройти чуваков. То есть, я могу выбирать, какой картой блочить. Так. Когда хищный чупакабр выходит на поле битвы, уничтожит целевое существо под контролем оппонента. Давайте в библиотеку. Только вот, я не понимаю. Ладно. Пока что мы можем атаковать. Давайте в лицо пойдём. Нормально. У него чисто пока что равнина. Вот. А, нет. Всё, выкинул существо. 2-2. Я, в принципе, могу атаковать. Я этим и буду делать, потому что у меня 2-3. И самое главное, в конце хода все существа хилятся. Я буду атаковать только ей, потому что он может заблочить вот этого чувака. А это пойдёт в лицо. Поэтому я не хочу им жертвовать. Пусть он будет. Один атакующий у нас будет. А, он даже не заблочил. Бля, вот существо с полётом это одно из неприятных существ, потому что они могут поверх вот этих бить. Им вообще пофиг на их таунт. Они могут фигачить и фигачить. А, из-за того, что я ударил... Из-за того, что я ударил, у меня карта перевёрнута, и я не смог ответить ему. Я в любом случае потерял бы тогда, получается, эту карту. Ладно. Окей. Лесная теснина выходит на поле битвы повёрнутой. Оп, ох. У нас ничего не остаётся. Существо полёта я не могу фигачить, потому что я наземное существо. Ладно. Поехали. Он что-то будет блочить? Он выбирает пока. Так, немного больновато я в лицо получил. Очень больно. Походу я проебал. Так, мгновенное заклинание это... Хм. Давайте убьём вот это существо. Почему бы и нет? Да давайте... Блядь, если я атакую, будет больно. Ладно. Пофиг. Атакуем всеми. Ну, минус одно существо. Окей. Больновато. Очень больно! Да. Слишком охуенная карта. Я понял, что я её проебал. Да-да-да. Давайте чупакабру выпустим. И получается, я могу убить какое-то существо. Естественно, я убью вот это, потому что оно, как бы, самое сильное. Ну, и нам ничего не остаётся, как просто реально пытаться отбиться. Ну, короче, минус моя карта. А это отхилилась, потому что в конце хода все существа хилился, которые остались в живых. На которые получили урон. Да он отхилился, ты серьёзно? Да чё я удивляюсь? Я взял неиграбельную колоду. Так. Я этого заблочиваю. А полёт не могу, потому что, блядь, это полёт. КГ. Чё? В начале каждого заключительного шага. Если в этом ходу вы получили не менее 5 жизней, создайте одну фишку существа. 4-4. Белангель с полётом и бдительностью. Хорошо. Кладбище. Так я не понимаю, что значит кладбище. Я могу эти карты... Что с ними сделать? Вот этого не было в обучении. Ну, как вы поняли, я уже проебал. Тут уже можно сдаваться даже. Давай, кинь какую-то классную карту. Молодец, молодец. Уф, уф, красавчик. Стреляй! Ну, хотя бы задания выполнили, спасибо на этом. Короче, давайте попробуем сыграть играбельной картой, которую нам даёт игра сама. Давайте драконье пламя. Я тут такого вообще не изучал, но просто попробую. Байк, прикольная арена. Ну что, раскидаем картишки, братан. Это ваша начальная рука, ваш оппонент выбирает, играть ли с текущей рукой или перезадать. Я понял, я немножко ошибся. Вот эти красные карты, это не раритетные, это огненные. Просто типа огненные карты, которые свойственны определённой колоде. А в данном случае это колоды типа драконов. Всё, я теперь понял свою ошибку. Так, кидаем гору, и кого мы можем призвать? Пока никого. О, чисто будем получать в лицо. О, этого нужно срочно вырубить, потому что сейчас он ещё 2х сейчас призовёт, и потом будет по себе наполучать 1-1. Лол, серьёзно, они вот так, он ещё третьего может, и они друг по другу будут бафать вот так. Так, кидаем ещё гору. Потому что мы пока никого не можем призвать. Кас под контролем из дракона. Карская наездница драконов имеет полёт. Коблицкий зачинщик выходит на поле битвы создать одну фишку, что... Конечно! Пау, второй давай! И отлично! Смотрите, когда одинаковые карты, они друг на друге лежат. Это прикольно на самом деле. Только я не знаю, какой тут лимит карт на стороне, допустим, моей. Может, лимита вообще даже нет? Блин, слишком много читать. Извини. Как-то не хочется. О! Это взаимодействие с ареной есть. В смысле, зачем ты мне эту карту показываешь? Эээ... Да ёбаный рот! У них 3 существа же под контролем. Ну всё. Блочим! Ну, получается, нам карта как бы это не нужна. Это просто чисто для блока. Мы заблочим одного хотя бы, чтобы следующий баф не получал. И как бы один умрёт, и всё. Всё. Окей. Наверное, ещё гору нам нужно, чтобы призвать кого-то поинтереснее. Вот странствующий пиромант. Ускорение. Ускорение, как я понял, это... ЧАРДЧ. Типа я могу сразу бить. Понятно. Понятно. Только жалко, я не могу... БЛЯЯТЬ! Сука! Он же сейчас это существо подставит, чтобы странствующий пиромант умер. А этот останется в живых. Ладно. Давай, дефай! Благо у нас не будет это существо бафаться И... Ну, потеряем, да, пираманта Он в лицо реш... Он даже зажмотился отдать этого Нам нужно срочно выпускать дракона Нам нужно еще одну гору, мы сможем дракона выпустить После дракона мы сможем Каргскую наездницу фигануть Но что-то тут как-то жестко пошло Слушайте, а почему я не выбирал блок даже? Окей Выпускаем гору Четыре А почему я не могу выпустить дракона? Заплатить А-а-а То есть у меня вообще ли потом не будет? Платим Поехал Заплатить два? Два чего? Серьезно? Я должен картой заплатить? Как это еще делай? Как это работает? Хорошо, отмена Я пока не могу эту карту Я не понял, как она работает Давайте Пираманта еще выпустим А другого Виашина не можем Окей Атака всеми Нам нужно как-то отбиваться Он все Он реально Просто не блочит своими картами Он реально получает лицо Хорошо Просто когда я играл в туториал Там реально постоянно был таун То есть Они все время блочили Я не мог никак пройти в лицо Но как бы у каждого Возможность есть Либо блочить картой Либо лицом Я не могу выбрать Кого определенного бить С одной стороны это прикольно Это своя механика такая Существо с пробивным ударом Может нанести Избыточные боевые повреждения Игроку Это как работает Походу мне капец Так Кого-то надо вырубить Сейчас мне И скорее всего будет Это Вот это вот Багард громила Я не могу Можно отменить Ход пожалуйста Да фаак Короче Я так понял Я проебал Он ловит лицом И просто меня добивает Остальными картами Пять Шесть Восемь Херач Стоп А тут Я за Блять Они карты Я даун Я тупой даун Я же мог Не атаковать И оставить эти карты Чтобы заблочить А так как карты перевернуты Я не могу блочить Я Окей Мисплей Ну ладно Ну в принципе Как и в любой карточной игре Ты сначала будешь Сысать Кок А когда уже разыграешься В принципе Сможешь что-то противопоставить Врагам На этом все Надеюсь вам понравился этот ролик Также заходите и скачивайте Magic the gathering arena По ссылке в описании Абсолютно бесплатно Потому что открытая бета уже стартовала Не забывайте ставить большие пальцы вверх Под этим видео Также подписывайтесь на мой канал Если вы вдруг еще не подписаны С вами был Флэк ДжК Всем ночи Всем Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok